МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Затягивают ремонт дорогой покупки. Как ускорить процесс? Пошаговая инструкция у дежурного по городу. Королева спорта. Новые сезоны, новые имена. На чемпионате республики по лёгкой атлетике побывал Алексей Турубов. Об этом и другом более подробно. Начнём с главного. Два человека погибли, шестеро получили тяжёлые ранения. Таков трагический итог столкновения рейсового автобуса и кроссовера. Авария произошла сегодня днём в Прибайкальском районе. Автобус следовал по маршруту 502 Улан-Удэ-Оймур. На 381-м километре федеральной трассы в нескольких километрах от села Югова с ним столкнулся кроссовер. Водитель автомашины Митсубиши Паджеро не справился с рулевым управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом Фиат Дуката. В результате ДТП два человека, это пассажир и водитель легкового автомобиля от полученных травм скончались на месте происшествия. Пассажиры автобуса доставлены в медицинское учреждение. В салоне автобуса травмы получили шесть человек, в том числе один ребенок. Все госпитализированы. Троих пассажиров экстренно доставили в Улан-Удэ. Напомним, это не единственное ДТП на федеральной трассе с участием пассажирских автобусов. Двумя неделями ранее автобус из Бурятии в нескольких километрах от Слюдянки столкнулся с грузовиком. Тогда в результате аварии погибли три человека. Пострадали 13 пассажиров. И продолжим с землетрясением. Шесть баллов. Такова сила подземных толчков, зафиксированных на Байкале. Сегодня их ощутили сразу в четырех населенных пунктах Бурятии. Сейсмособытие произошло в 9 утра. Эпицентр в 20 километрах северо-западней Гремячинска. В самом поселке колебания земной коры достигли пяти баллов. В Турке горячинские хужири в четырех. О последствиях пока не сообщается. Территорию сейчас обследуют три рабочие группы. Днем ранее землетрясения зафиксировали рядом с поселком Листвянка в Иркутской области. Столицу Бурятии не трясло, но не обошлось без коммунальных аварий. Накануне их было особенно много. Без света и тепла оставались больницы, школы и жилые дома. Коротко об этом. Без электроэнергии остались три больницы и жилые дома на двух улицах в Улан-Удэе. В 11-м часу утра 14 декабря произошла авария на кабельной линии в Октябрьском районе. Роддом, БСМП и детская клиническая больницы перешли на альтернативные источники питания. В домах по улице Мокрова и Калашникова свет появился через полтора часа. Буквально через час еще одна авария на электросетях произошла там же, в Октябрьском районе. Без света остались четыре жилых дома на улице Тобольская, детский сад Аюна и школа номер 18. Но устранение аварии ушло около полутора часов. 17 домов частного сектора и пять нежилых объектов железнодорожного района остались без тепла. Утечку обнаружили на теплотрассе Котельной на улице Шевченко. Авария произошла в 11.30 дня, рабочим пришлось заменить участок трубопровода, восстановили теплоснабжение лишь в начале третьего часа дня. К другим темам. В Бурятии осудили полицейского за насилие и угрозу убийством. В конце февраля участковое село Джида избил местного жителя, а также произвел четыре выстрела из стабильного оружия над головой потерпевшего. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Суд приговорил сотрудника МВД к четырем годам лишения свободы условно. И возможно очередной факт насилия со стороны полицейских. Об этом заявили сразу несколько улануденцев. Их обвинили в скотократстве и не в улануде, а в Джиде. Как по горячим следам оперативники прошли 250 километров и взяли ли они верный след? Позиции сторон выслушала Енина Немаева. Такую буренку в декабре украли в Джидинском районе. Скотократов поймали по горячим следам. Те отпираться не стали, во всем признались. А в отделении полиции к одной корове еще четырех приплюсовали. Итого двух друзей обвинили в краже пяти голов. Тут же вышли и на след подельников. Я на стуле сидел. Меня начали бить сюда и сюда. Почка где? Спрашивали. В голову били. Я украл одну корову, меня поймали. Тут же полиция мне начала приписывать кражу еще других коров. Я испугался, что совсем сильные забьют. И подписал все. Не выдержался и все рассказал своих брата и этих двух зятей. С фонтана рассказал, что они причастны. Так в деле по джидинским коровам появилось еще три подозреваемых улан-уденца. За ними приехали следом. Но допрос устроили в Петропавловском ОВД. Длился он, по словам подозреваемых, два дня. Сначала вроде нормально начали допрос. Потом минут через десять уже начали бить. В грудную область и в область почки. Так по всем эпизодам сознался и следующий подозреваемый. Несмотря на то, что в один из дней преступления был не на джидинском пастбище, а в улан-уденском изоляторе, мужчину на пять суток задержали за повторную езду без прав. Давай нарисуй, откуда как корову кралывать. Я говорю, я не знаю, какую корову, какую. Я говорю, как что буду я рисовать вам? Они говорят, ты должен рисовать. Они примерно вот такую дорогу показывают. Вот это место, да, я это место, какое место, какой отар, я не знаю вообще. И давай опять начали бить. Я все уже испугался. И давайте, какие они подсказали, дают нам. Какие коровы, где-то. Но я в это подписывался. Баира и остальных из отделения выпустили 12 декабря. Без промедления все выехали в Улан-Удэ прямиком в отдел собственной безопасности. По данному обращению проводится проверка, по результатам которой материалы будут переданы в следственные органы. Ускорить результат решили сами потерпевшие. Сегодня они написали заявление в следственный комитет. О результатах проверки мы сообщим в следующих выпусках. Енина Немаева, Александр Намжелон, телекомпания «Оригус». Проблемная покупка. С этой ситуацией, к сожалению, сталкиваются многие. Радость приобретения превращается в тягость борьбы за ремонт. Как повлиять на нерадивого продавца? Пошаговая инструкция у дежурного по городу. Федеральные торговые сети по продаже мобильных телефонов в погоне за оборотом зачастую не следят за качеством продукции. Как следствие, частые поломки покупок. Продавцы, мягко говоря, без энтузиазма принимают аппараты на ремонт. Часто его затягивают или возвращают с дефектом, как это получилось с нашей героиней Ириной. Я купила телефон в магазине. В очень скором времени он у меня сломался. И мне, как бы, я его сдала первоначально в ремонт по гарантии. Мне его предоставили в обратном случае, не полностью отремонтированным. Я его сдала повторно. Мне на замену дали телефон вот такой вот. Он не предоставляется тем функциям, которым у меня был. И меня, то есть, не устраивает такой телефон. Живу в районе, сама по поводу этих ремонтов телефона я накатала на одну дорогу уже 3000 рублей. Я предлагаю вам в очередной раз зайти в этот магазин и узнать судьбу вашего телефона. Здравствуйте, девушки. Что у вас не появилось? Никакой другой на телефон? Как не быть-то с интернетом? Я могу только вот в нужном варианте. Здравствуйте. Сейчас к нам Ирина обратилась. Телефон, ремонт телефона затягивается. В чем дело, скажите, пожалуйста? Ремонт она сдала вторично. А почему потребовался вторичный ремонт? То есть, не могли сразу устранить все дефекты? Видите, это занимается сервисный центр. По закону о защите прав потребителей вы должны предоставить аналогичную модель телефона со всеми теми же функциями. Почему в случае с Ириной так не получилось? Я могу с родилом рекламы отсоединить. Ирина в своей проблеме не одинока. В книге жалоб только этого магазина не один гневный отзыв о ремонте товаров. Мучения Ирины продолжаются уже несколько месяцев. А чтобы вам не пришлось так долго ждать, если вы попадете в аналогичную ситуацию, мы советуем вам обращаться в Роспотребнадзор и написать заявление. Ну что, Ирина, пойдем? Пойдем. Запрос мы оставили в Роспотребнадзоре. Уже завтра специалисты дадут свой вердикт. А если вы попали в сложную жизненную ситуацию, обращайтесь к дежурному по городу, и мы постараемся помочь вам найти выход из положения. Сергей Соголов, Виктор Агафонов, телекомпания «Оригус». Восточный экспресс только набирает обороты. И смотрите во второй части выпуска. Кому не нравятся городские фасады и как их предлагают поменять, расскажет Сержанна Мордегеева. Видеопослание будущим поколениям. Кто и как создает кинолетопись Бурятии, расскажет Енина Немаева. Об этом чуть позже. Сейчас циничное преступление. Инкассаторов ограбили после аварии. Из искореженной машины исчезли 2 миллиона рублей. Напомню, авария произошла на федеральной трассе в Прибайкальском районе 13 декабря. Инкассаторский микроавтобус столкнулся с легковой иномаркой. Она двигалась со скоростью 170 км в час. Водители пассажир седана скончались на месте. Троих пострадавших инкассаторов доставили в больницу. Сотрудники, говорят, соблюдали все правила. Были пристегнуты и в бронежилетах. Факт исчезновения параллельно с полицией расследует Бурятское управление Росинкассации. Подробности пока не раскрывают, ссылаясь на коммерческую тайну. В Бурятии зафиксирован всплеск посягательств на жизнь. При том, что общее количество преступлений стабильно снижается, число убийств выросло на 20%. Что повлияло на криминальную статистику, выяснял Артемий Ушаков. Общая криминальная обстановка в республике улучшилась. Желающих приступить закон стало меньше на 15%. К примеру, в Бурятии существенно снизилось количество краж. Но увеличилась насильственная преступность. Причем ее жестокость шокирует. Специалисты вынуждены констатировать, в обществе небывалыми темпами растет агрессия. Причем растет в быту. Большинство этих преступлений носит бытовой характер. И нужно сказать, что в очень многих случаях к таким последствиям приводит распитие некачественных спиртных напитков. Когда человек не пьянеет по-доброму, когда он веселится, общается. А когда человек просто, извините за сленг, дуреет. Как итог, на пьяную голову совершается 8 из 10 убийств. Большая часть преступников найдены. 47% из них не имеют работы. Объясняют, убийство совершили в пьяном угаре и не могут назвать причину. Они редко, по мнению экспертов, отрезвев еще до приезда полиции, преступления пытаются скрыть. И часто успешно. У нас есть социальные неблагополучные слои населения, так называемые бомжи. Вот если этот человек пропал, найдется ли кто-нибудь, кто заявит о факте исчезновения человека? Потому что, к сожалению, следственные органы могут начать искать потерявшегося человека только при наличии, как правило, заявления. И аналогичная ситуация во всем Байкальском регионе. Жертвами преступлений считаются до 60% всех пропавших без вести. По вопросам расследования таких преступлений следователи Бурятии, Тывы, Иркутской области и Забайкальского края провели совместную конференцию. На нее пригласили ученых из Бурятии и соседних регионов. Люди науки уверены, искать корень проблемы нужно в семье. Уровень жизни населения упал, растет социальное неблагополучие. И, как следствие, уверенность многих в безнаказанности своих действий. Многие преступления насильственного даже характера, они, в общем-то, остаются за рамками регистрации. Если причинение вреда здоровью не связано с тем, что потерпевшему немедленно должна быть оказана медицинская помощь, и это угрожает его здоровью в прямом смысле, то тогда, конечно, это скрывается. Особенно, если это внутрисемейное насилие. Только за 10 месяцев этого года в Бурятии совершено более 20 тысяч преступлений. Каждое второе в состоянии алкогольного опьянения. Артемий Ушаков, Виктор Агафонов, телекомпания «Оригус». Строительство новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Улан-Удэ под угрозой срыва. Отставание от графика уже три месяца. Глава Бурятии поставил вопрос о смене генподрядчика. Реконструкцию аэропорта ведет федеральное предприятие «Спецстрой России». Сейчас на объекте круглосуточно работают 100 иногородних специалистов и 50 единиц техники. Однако, по мнению главы Бурятии, этого недостаточно. Здесь параллельно можно запускать очень много вещей. Всю электронику уже можно сегодня монтировать, завозить материалы на всю сумму контракта или делать дренаж. Здесь могут не мешая друг другу работать до одной тысячи человек, если правильно организовать работу. Ранее за отставание от графика генподрядчик подвергся критике во время визита замминистра транспорта России. Для решения проблемы федеральный чиновник потребовал привлекать местных поставщиков и подрядчиков. Однако этого так и не произошло. Стоимость работ, напомню, 4 миллиарда рублей. Длина новой полосы составит 3,5 километра. Это позволит принимать практически любые воздушные суда. Завершить строительство должны уже через год. 20 миллиардов рублей выделят на благоустройство регионов в следующем году. Причем решать, на что тратить деньги будут сами жители. Об этом сообщил Владимир Путин в своем послании федеральному собранию. К примеру, объектами программы могут стать стихийные свалки, озеленение, установка детских площадок, освещение, ремонт тротуаров и так далее. Главное, говорится в послании, активность должны проявлять сами жители. Для этого муниципальным образованием рекомендовано организовать либо публичные слушания, либо голосование на местных сайтах. При распределении денег приоритеты будут отдавать наиболее активным россиянам. Первыми в нашем регионе откликнулись активисты ОНФ. Они предлагают переделать городские фасады. Поддерживают их и местные чиновники. Накануне они провели проверку внешнего облика центральных улиц и нашли множество нарушений. К примеру, дом по адресу Ленина, 31. Так он выглядит сейчас. Но, по мнению экспертов, соответствует нормам лишь частично. Улица Ленина, 29. Следственный комитет и аптека. Здание признано историческим памятником, поэтому и здесь требуется доработка. А это помещение известного магазина. Но его стилистику также посчитали несоответствующей городскому лицу. По такому принципу проверили все здания по улице Ленина. В плане еще 45 улиц. В числе нарушителей городского облика могут оказаться и горожане. Чем же руководствуются при оценке зданий? Что грозит тем, кто не желает менять облик? Какие альтернативные пути ведет общественники? В поисках ответов по городу прогулялась саржанна Мордегеева. Вот эта вывеска не соответствует. Нашим требованиям вертикальное написание букв. И неудобно читаем. Во-вторых, она закрывает архитектурную часть фасада. Слишком большие конструкции, слишком яркие вывески. Наглухо заклеенные окна, множество кондиционеров и приклеенные лестницы. Все это нарушение внешнего облика. И сегодня они прописаны в правилах благоустройства. Чиновники периодически проверяют, кого-то даже наказывают. Но кардинальных изменений не видно. Город остается большим рекламным счетом. И поэтому власти решились на штрафы. Соответствующий проект накануне внесли на рассмотрение горсовета. Мы сейчас внесли изменения переоборудования или изменения фасада, которые действительно может и позволят нам наказывать вот такие случаи. Для юридических лиц, по-моему, до 50 тысяч. Очень много нарушений встречается и в жилых домах. Это встроенные магазины. Они грешат, как правило, и изменением цветовой палитры, и не стесняются больших вывесок. Но нарушают здесь и обычные граждане. Остекление балконов также входит под запрет. Это касается тех, у кого балконы выходят на центральные улицы. Еще в советское время на них нельзя было вывешивать белье. Сейчас же требования более современные. Запрещают перекрашивать и остеклять. Иначе – штраф. Балкон, он ваш только с внутренней стороны. А снаружи – это все общее домовое имущество. И, соответственно, все собственники должны получить согласование всех собственников здания этого. И дополнительно получить разрешение у нас в администрации города. Изменить ситуацию другим путем предлагают общественники. Эксперты ОНФ считают, что город должен иметь единый внешний облик. В своем предложении я поднимала вопрос о оформлении фасадов, особенно балконов. Потому что балконы у нас еще с советских времен оформлены такими бывшими красочными панелями в национальном стиле. И, в принципе, они были прекрасны в свое время. А теперь уже со временем они потеряли свой вид. Надо будет, чтобы и фасады здания соответствовали в целом окружающей среде. Средства на эти цели можно попросить из федеральной казны. Фасады входят в систему благоустройства. А потому могут быть заявлены на российский конкурс. Вот только для участия нужна не только документация, но и согласие жителей. Сочтут ли они эту проблему актуальный, вопрос спорный. Сержанна Мертгеева, Борис Геленов, телекомпания «Аригус». Между тем, просить финансирование в рамках проекта по благоустройству можно и на другие цели. Главное, чтобы жители поддержали. Поэтому мы спросили у лануденцев, на какие проблемы они согласились бы потратить бюджетные деньги. На благоустройстве, наверное, садики, школы. У нас 63-я школа. Хотелось бы новую. Мы обеспечим жильем людей. Все равно. На дороге. Потому что каждый день это разбивается, бьется. Яма. Чтобы вот таких ям не было. Выбоины. Страшно смотреть. Как многодетная мать. Детские площадки у нас не оборудованы. То есть, вот мы живем в новом квартале, 104-м. У нас там совершенно негде детям играть. В некоторых местах не хватает, например, лавочек. Ну, негде посидеть. Мусор выкинуть даже негде. Урн не хватает. Вообще не видно. В итоге, ну, люди выбрасывают на улицы их. Ну, и так-то, в принципе, неплохо. Что оставить потомкам? Валануды задумались над созданием телевизионной машины времени. Это своего рода кинолетопись, и она уже в производстве. О том, кто решил сделать видеослепок современности, а главное, что туда вошло, расскажет ей Нина Немаева. Вот так начинается забота о том, чтобы будущей зимой в студеные сибирские морозы людям было тепло. Эти кадры сделаны в 1962 году Иркутской киностудии. В советские времена она вела кинохронику всей Восточной Сибири. С тех пор официальной кинолетописи Бурятии так и не появилось. По поручению Министерства культуры Республики Бурятия в 2016 году была начата работа по созданию кинолетописей. Кинолетопись должна была осветить наиболее значимые, интересные события в жизни республики. Это почти 18 областей. Культура, искусство, производство, сельское хозяйство – все, чем живет современные жители республики. Создать телевизионную машину времени взялись местные телекомпании. Среди них и наши журналисты. За 24 года истории фестиваля «Алтарганал» у нас проводилась в этом году во второй раз. Последний раз мы встречали большой праздник 10 лет назад. Потому важно было сохранить для будущих потомков все самые интересные моменты фестиваля. Байерма не только автор своей летописи, но и переводчик готовит материалы сразу на двух языках. Вдвойне больше работы и у режиссеров монтажа. За полгода работы над этим проектом мы накопили уже более сотни часов видеоматериалов. И на данный момент мы отбираем только те материалы, которыми можно показать историю нашего времени. Мы отбираем материалы по качеству картинки, по композиции, по звуку. И после монтажа все эти сюжеты будут переданы в государственный архив. Практически вся информация в архиве хранится на бумажных носителях. Особо ценные документы дублируются еще и на фотопленку. Отснятая же кинолетопись будет записана на лазерные диски и занимать практически 100 гигабайт памяти. Электронная память пополнит коллекцию Гусархива до конца года. Но познакомиться с содержанием можно будет и в интернете. Кинолетопись появится сразу на двух сайтах. Архивы Бурятии и на портале Министерства культуры. Янина Немаева, Виктор Агафонов, телекомпания «Аригус». О спорте. Легкоатлеты Бурятии готовятся к предстоящему чемпионату Сибирского федерального округа. Отбор в сборную команду нашей республики прошел в рамках первенства Улан-Уденска спортивной школы Олимпийского резерва номер один. Старты поклонников королевы спорта состоялись в Бурятской сельхозакадемии. Алексей Туровов подробнее. Желающих заниматься легкой атлетикой в Бурятии из года в год становится все больше. По данным Министерства спорта республики, количество бегунов и прыгунов достигло 10 260 человек. Все секции заполнены, свободных мест нет. Как правило, основной приток идет из районов. Выпускники школ едут в город поступать в вузы и колледжи. Часть нынешних студентов там ознакомится с королевой спорта. Раньше вообще бег особо не любил, считал это нудным занятием. Потом пришел в легкую атлетику, втянулся, понравилось, появилось соперничество, конкуренция. Есть стимул куда расти. Начала заниматься, просто поехала на соревнования по легкой атлетике. Мне понравилось, я начала тренироваться. Поступила на спортфакт, теперь тренируюсь и не могу оторваться. Чемпионат Сибири состоится в середине января в Иркутске и пройдет на одном из лучших легкоатлетических манежей страны Байкал-Арени. Туда отправятся сборные Бурятии в количестве 30 человек. Республика традиционно будет представлена в беге и прыжках в длину. Просматриваем наш молодой резерв, в общем-то, и в том числе для отборочных соревнований на первенство Сибирского федерального округа. В этом году уже третий раз будет проходить в Иркутске. Как правило, конечно, это все 11 регионов Сибирского федерального округа наступает традиционно. А еще бурятские легкоатлеты ждут изменений в ситуации с их видом спорта на мировых площадках. Из-за допинговых скандалов российские спортсмены до сих пор лишены права участвовать во всех международных стартах. По этой причине у Лонденко призер первенства страны Анна Ксенофонтова не поехала на первенство мира. Все надежды возлагает на избранное на днях руководство Федерации легкой атлетики России. Алексей Туровов, Виктор Гафонов, телекомпания «Оригус». И на этом у меня все. Служба информации телекомпания «Оригус» благодарит вас за внимание и уже работает над следующим выпуском новостей. Впереди рубрика «Сфера интересов». Я передаю слово Екатерине Шумал и прощаюсь. Всего доброго. До завтра. БРТ. Когда дом, работа, забота превращаются в замкнутый круг, становится не до себя и кажется, что вас не замечают. Может, это привычные одежды делать незаметные? Не пора ли подумать о себе? Красиво одеться и просто порадовать себя шикарным новогодним подарком. В этом поможет магазин по всей России «Меховые традиции». Шубы здесь шиты по ГОСТу с гарантиями и сертификатами. Каждое изделие имеет идентификационный знак, чип. С его помощью наш покупатель может узнать его бренд, вид меха и на каком предприятии сшили его шубку. Только в декабре новые коллекции теплых и красивых шуб от российских фабрик по старым ценам. Только сейчас шубу из теплой овчины можно купить за 1190 рублей в месяц, а шубу из роскошной и элегантной норки за 3350 рублей в месяц. С помощью кредита на два года без первоначального взноса. А еще в магазине по всей России «Меховые традиции» действуют скидки до 50% до коллекции прошлых сезонов. Почувствуйте себя королевой, это зимой. «Меховые традиции» ждут покупателей только до 18 декабря в культурно-спортивном комплексе. Декабрь – пора чудес и подарков. Шина и юбелир к празднику уже все готово. И интерьеры, и атмосфера, и главное – подарки. Например, серия буддийских оберегов «Шано», освященных в Волгинском Дацане. Обереги можно подобрать как по году рождения, так и универсальные. Оберег с белой тарой создан для женщин, а найман тахил – для мужчин. Последняя новинка, поступившая в продажу – оберег Инжима. Символизирует материнство и семейное счастье. Еще один оберег – жанр «Сик» с изображением бога мудрости является покровителем 2017 года. Несомненная и признанная классика новогоднего подарка – украшения с бриллиантами. В шина ювелир – изделия с камнями эталонного качества. А значит, они подарят истинное сияние и чистоту. Если хочется подарить не только украшения, но и радость его выбора, поможет подарочный сертификат, который сейчас представлен в эксклюзивной и нестандартной упаковке. В обновленном салоне на Коммунистической 44 отличные идеи для новогодних подарков. Это готовые решения от 500 рублей и скидки до 20%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова